Тольецинские хоккеисты открыли сезон в КХЛ. На своем льду в спорткомплексе «Лада-Арена» принимали ханты-мансийскую югру. Свободных мест на трибунах не было. Поддержать любимую команду пришли около 6 тысяч человек. О матче, который, несмотря на разгромный счет, назвали победой «Лады», расскажет Дарья Болгова. Для нашего города, для всех болельщиков, это большая радость. Столько лет были неудел, сейчас победим. Наша команда победит. Самая долгожданная игра – 6 тысяч болельщиков. Билеты на матч разлетелись за пару дней. «Лада» снова в большом спорте. Глава региона это назвал общей победой. Мы сегодня с вами на большом празднике. Мы вместе, вместе с консорами, правительственной самарской области, мэрии города Тольятти, возвращаем «Ладу» в КХМ. Я хочу все время устранить с этим событием. И пусть это начало будет на годы-другие годы. Победу вам, «Ладовцы». «Ладовцы»! Ждать первой шайбы пришлось недолго – 49-я секунда. «Лада» открывает счет. Однако уже через 6 минут цифры на табло сравнялись. Во втором периоде «Югра» выходит вперед. В начале третьего счет уже 4-1 в пользу гостей. Надежда Дагдайс соперников «Лада» забивает шайбу и сразу же получает ответную. Итог игры – 5-2 в пользу «Югры». У нас команда только зарождается, только становится. Мы набираем опыта. Но мне хочется, чтобы на своих ошибках, которые мы сейчас сделали, делать быстрее выводы, убирать в удалении, играть более свободнее, раскопощеннее. То, что нам помешало сегодня сыграть. Несмотря на счет для «Лады», сам факт возвращения в хоккейную элиту – уже победа. Этого ждали 4 года. Уверенность в будущем любимой команды появилась, когда в городе началось строительство 6000-й ледовой арены. Как раз наличие собственной современной тренировочной площадки, где можно готовиться к соревнованиям и принимать игры на уровне, было одним из главных условий для возвращения в Тольяттинцев в КХЛ. Когда в прошлом году «Ладу» арену открыли, сомнений уже не осталось. Теперь болельщики ждут следующей игры. 8 сентября на своем льду «Лада» встретится с командой «Нефтехимник» из Нижнекамска. Наря Болгова, Алексей Вильминский. Новости губернии Тольятти.